Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что Кристину Арбакайте неожиданно вернули в эфир Первого канала. Ну, я бы не сказал, что неожиданно. Почему? Потому что Первый канал, в принципе, готов, по-моему, всех возвращать, кого только можно, и показывать. Она ничего такого не совершала, в общем-то говоря, с точки зрения законодательства. Но с морально-нравственной точки зрения, конечно, я понимаю, что те люди, которые понимают, что вся семья уехала, она уехала в Америку, сын ее, Никита Преснегов, сбежал от мобилизации. Она, в общем-то говоря, отказалась приезжать на голубой огонек, на новогодние какие-то праздники. Но при этом Первый канал возвращает ее, конечно, с моей точки зрения, с морально-нравственной стороны. Все-таки нужно показывать по федеральному телевидению примеры, примеры патриотизма, а не... У бигантов, отъездунов. Артиста Кристина Арбакайта, уехавшая, пишет СМИ полгода назад в США, объявила о собственном возвращении на телевидение в России. Так она рассказала фанатам о премьере Первого канала, где принимала участие. То есть она сама... Представляете, человек уехал, отказался в Россию приезжать, поздравить людей с Новым годом, но при этом рассказывает, что... Ребят, в эфире главные кнопки страны, как говорит Эрнс, скоро я появлюсь. Несколько дней назад зрители увидели новую сессон телесериала «Тест на беременность». Там Арбакайта исполнена роль главврача больницы Нины Артамоновой. С 27 ноября на Первом канале коротко написала артистка информацию о выходе новых серий. Звучит как издевательство. В Америку уехавший человек пишет с 27 ноября на Первом канале в России. Ну, я, ребят, не приеду вас поздравлять, потому что у меня точка зрения другая, да? В новых сериях я ее почти не узнаю. Здесь у нее темные волосы и стрижка каре. Значит, ну, известно, что в этом году певица не участвует в записи о голубых гоньков. Друзья, ну, тут что, без комментариев. Потому что, собственно, и так все понятно. Кому-то дают возможность заработать, кому-то нет. Но морально-нравственные принципы тут, видимо, не для Первого канала. Мы и о Втором канале говорили, и об НТВ. Что думаете на все еще? Друзья, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Ролики из разных источников, новости из разных источников. Все самое интересное в одном месте. Политика с моими комментариями. Все это Телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Друзья, и на платформе Рутюб тоже есть канал Будда Гришна. Там политика. Подписывайтесь там тоже. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.